Головная задача форума регионов по величине взаимного товароборота. Летость, это пока что сказал, 4,5 миллиарда долларов. Все это повинен поелечиться на миллиард. Задача на наступный год еще больше абициозная. Товароборот помеж Беларуси и Украины 8 миллиардов долларов. Да, к этой лишь бы Краины уже наближались в 2012 году, а летады пока что достигался основным заходом поставок беларусских нафтопродуктов. Головный резерв зараз, сопротивление сферы машинобудования, не на вид об этом видеоразмова подчас посаджения Беларусско-Украинского совета делового сопротивления, необходимо обмерковать иснующие проблемы и шляхи их выращения. Будет обсуждение тех вопросов, которые являются актуальными для бизнеса. Ну даже скажем те вопросы, которые вызывают у бизнеса опасения, как барьеры, которые возникают при наших торгово-экономических связях. Будем обсуждать вопросы промышленной кооперации, как самое перспективное направление нашего взаимодействия. Возможности работы на двух рынках, используя потенциал двух стран на рынке Европейского союза и Евразийского экономического сообщества. На форум ОГОМИ приехали представники 17 областей Украины, керунки регионов, представники предприемства, малого и среднего бизнеса. На этот сегмент экономики у беларусско-украинских относенных особливые надеи. Коли на узровне буйных вытворцев, сопротивление наладжено, то предпринимательство и еще один резерв для нарушивания товарообороту. Мы уделяем прежде всего внимание на сегодняшнем мероприятии, чтобы средний и малый бизнес находили друг друга. Когда малый и средний бизнес начинают более активно взаимодействовать между собой, это говорит о том, что экономические отношения между странами становятся уже еще более крепкими и отношения становятся такими базовыми. И вот поэтому сегодняшние наши делегации – это те предприниматели, которые готовы предложить многие товары, интеллектуальные товары, которые мы совместно могли бы поработать вместе с беларуской стороной. И эти товары даже не просто для внутреннего рынка, а с выходом на рынки третьих стран. Сегодня в Украине функционируют больше 100 структур товаропроводной сетки беларуской продукции, найбольше буйные вытворцы – минские тракторные и автомобильные заводы и гумсельмаш. А прича того, зараз взятый курс на больше тесную кооперацию. Например, беларуськие зерноуборочные комбайны сбираются в украинском Миколаеве. Про користь навыково-практичной кооперации, размовы идти и по час посаджения беларусько-украинской рабочей группы по поэлечению взаимной присутности на рынках краин сельско-госпадачи и харчовой продукции. У якости станучего приклада, вытворчись у Чаркасах, распроцованных беларускими навыковцами, обсталявания для харчовой промысловости, кажуть, что вырубленная на им тушенка аналогов по якости у свете немая. Зараз к этими распроцовками затекаются третьи краины. Эти линии работают, как практически во всех странах СНГ, так же недавно запустили линию в Израиле. Там начали производить так же традиционную тушенку, которую многие жители Израиля так же любят, как и здесь наши жители. То есть есть опыт, и сейчас они расширяются, собираются еще одну линию заказать. По час посаджения у рабочих групп называется БД головная причина, якая по культ, перескажая по величине товарообороту. В Украине техничные нормы и регламенты распроцовываются в ответственности со стандартами Евросоюза, у Беларуси Евразийского экономического союза. Между тем, при ожидании и тут можно найти компромисс, а оно у Баку явно присутничает. Те преграды, которые у нас существовали, мы вот говорили и нашли пути, как их решать. Поэтому мы надеемся, что то, может, что-то нехорошее было в наших, там, стосунках между нашими предприятиями, мы со временем их ликвидируем. И сделаем, ну, так, зеленую улицу для нашего бизнеса. На 26-е кастричника заплановано пленарное посаджение форуму с уделом керевниковых двух краин. Основная тема – перспективы регионального супрациониста Беларуси и Украины. Олег Синчеров, Вадирай Капанько, Телерадо, компания «Гомель».